Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я снимаю Ask Ice номер 5. Вчера я заместила пост на своей страничке ВКонтакте о том, где просила вас задавать мне вопросы. И менее чем за сутки там набралось 8 тысяч комментариев. Я такая утром думаю, сяду к побыстренькому сниму видео. Сейчас 5 вечера, и я только начинаю его снимать. Пока я выбирала фон, подбирала вопросы, подбирала себе одежду, красилась и так далее. В общем, прошел весь день. Я еще не начинала делать уроки и дополнительный английский. Видимо, это я буду делать ночью. Все, хватит об этом разговаривать, давайте отвечать на вопросы. Ask Ice, ты собираешься снимать видео со своей мамой? Если да, то какое? Мы с Софой с ней собираемся снять, а вот собирается ли она? В один день она хочет сниматься, в другой день не хочет. Поэтому ее мнение постоянно меняется, но очень надеюсь, что нам Софой удастся ее уговорить. Александра спрашивает, сколько времени ты монтируешь видео? Я монтирую видео от 4 до бесконечности часов. Потому что влог из Чехии я монтировала примерно часов 20. Это если взять чистое время монтажа от начала до конца. Много времени уходит на то, чтобы найти все песни на видео, песни в реальной жизни. Да, на это уходит очень много времени. Мы ищем эти песни постепенно, каждый день понемножку. И если честно, то мы вот даже сейчас подбираем новые песни для следующих песен в реальности. Но когда они выйдут, никого не известно. Они могут выйти как через месяц, так через три. Настя задает вопрос. Вы, Софа, ссоритесь из-за одежды? Да, довольно часто мы с ней ссоримся из-за одежды. Когда мне нужно куда-нибудь идти, смотрю на свой гардероб и думаю, мне вот сейчас подойдет Софины джинсы. Они мне подойдут просто идеально к этой футболке. Говорю, Соф, пожалуйста, я тебя умоляю, можно я их одену? Софа смотрит на меня взглядом, как будто хочет меня убить. И сразу говорит, нет, никуда ты в них не пойдешь. Только намного злее и намного другими словами. Но судьбу поняли. Почему ты выбрала именно фигурное катание? Его выбрала не я, а мои родители. Изначально это пошло вообще от моей бабушки. Раньше, в те времена, в те времена, раньше очень популярна была передача «Ледниковый период» или «Звезды на льду», как-то так она называлась. И бабушка смотрела ее и говорила, вот, надо дать фигурное катание нашу Сашеньку, нашу внученьку. И вот так получилось, что сейчас я занимаюсь фигурным катанием и поэтому в первую очередь за это я благодарна моей бабушке. Спасибо тебе. Потому что то, что я сейчас умею делать на льду, а я умею прыгать тройные прыжки в каскадах, умею делать лишь единицы. Не сложно ли тебе совмещать школу с разными мероприятиями, связанными с Ютубом? Очень сложно. Просто невероятно сложно. Мне элементарно не хватает 24 часов в сутках. Домашнее задание очень часто я выполняю ночью. Конечно же, я понимаю, что все это вредит здоровью, то есть нужно ложиться в правильное время, то есть, я не знаю, в 10, хотя бы в 11 часов дня, дня, вечера. То есть нужно соблюдать режим дня. Меня очень многие спрашивали, какие экзамены я буду сдавать в этом учебном году, потому что я уже в 9 классе, и кем я планирую стать в будущем. Я буду сдавать информатику и английский в 9 классе. Я еще не знаю, кем я хочу быть, но я хотела бы, чтобы моя будущая профессия была связана с предпринимательством. И на самом деле я сейчас довольно часто изучаю информацию о тех профессиях, которые могли бы быть мне интересны. Кстати, ребята, недавно я наткнулась на очень крутой конкурс, и наставниками его являются Мария Вэй, Клава Кока, Николай Соболев и другие очень известные люди. Так вот, это конкурс от капитанов, который проводит университет имени Полиханова. Он реально очень крутой, и он понравится всем вам, особенно тем, у кого есть интересные креативные идеи, в том числе идеи для бизнеса. Я вам, конечно, оставлю ссылку в описании, обязательно пройдите по ссылке, посмотрите, хотя бы почитайте про этот конкурс. Я уверена, что он вам понравится, потому что сама я в нем участвую, и мне интересно. А самое лучшее, что сейчас должно заинтересовать вообще всех вас, это призы этого конкурса. Вы можете получить бесплатное обучение в ВУЗе, а если кто не знает, то оно сейчас стоит около миллиона рублей. Будет разыграно 100 таких сертификатов на бесплатное обучение в ВУЗе. Также там будет разыграно 20 десятых айфонов, 20 гопро, денежные призы от 50 до 100 тысяч рублей и многое другое. Там будет разыграно всего более 10 тысяч призов, и реально практически каждый сможет выиграть что-нибудь. Чтобы стать участником конкурса, требуется всего лишь перейти по ссылке в описании и выполнить простейшие задания от звезд наставников. Кстати, когда перейдете по ссылке, посмотрите, там такой ролик смешной, я его пересматривала реально несколько раз. Смотрите, вам понравится. Будешь снимать видео, смотрю свои старые видео. Ну, если вы хотите, то давайте, я тоже хочу посмотреть свои старые видео и показать вам свою реакцию на них. Давайте тогда пишите в комментариях, Саша, сними видео, как ты смотришь свои старые видео. Какое было ощущение на радио Kids FM? Ну, мне очень понравилось, потому что я там была первый раз. Первый раз я была, в принципе, на радио. Никита Тимоха, позитивные, веселые ребята вообще. Ну, мне очень понравилось. И я рада, что у меня есть такой опыт. Какая последняя песня в твоем плейлисте? Сейчас посмотрим. Полина Гагарина, Обезоружена. Кто присутствует в комнате во время съемки этого видео? Софа. А, ребята, да, кстати, подпишитесь на мой канал. Там много интересней, чем у Саши. Ссылка в описании. Угу. Варвара спрашивает. Аскайс, не хочешь... Ты когда-нибудь била Софу сильно, что она плакала? Просто посмотрите на это. Как тебе удается отлично учиться и снимать великолепные видео? Вообще, как ты все успеваешь? Сама себе удивляюсь. У тебя татуировка или просто нарисована Аск Асс? Настя прикрепила фотографию мою, где у меня, вот здесь вот на лопатке. Какой стороне? С правой. Было написано, я люблю Ютуб. I love Ютуб. Нет, это просто обычный маркер. Ну, прикольно, да? Как ты познакомилась с Варей Стефановой? Раньше, когда я жила в Москве, я занималась фигурным катанием вместе с ней. Мы были в одной группе, каждый день виделись по нескольку часов и ездили на сборы. Ну, как-то так. На тот момент мы с ней очень хорошо дружили, так же, как и наши мамы. Как ты проводишь свои выходные? Вот так. Будешь ли ты снимать предложение скетчу, но ты же девочка? Я хочу снять предложение, и я уже начинаю думать новые ситуации для этой рубрики, потому что, как я поняла, вам это видео очень понравилось. Нравится ли тебе Дима Гриченко как парень? Для тех, кто не знает, Дима Гриченко это тот, это Дима, который снялся с нами в «Песнях в реальности». Нравится ли тебе Дима Гриченко как парень? Хм, нет. Дима Гриченко мне нравится как девочка. Да. Какие прически чаще всего делаешь в школу? В школу чаще всего я делаю именно такие прически. Но как только я открываю дверь в школу, стоит наш зауч. Я делаю вот так. Как долго ты собираешься по утрам? Я всегда планирую встать в 6.30, в 6.20. Думаю, все, встану пораньше, соберусь, я не знаю, оденусь какую-нибудь нормальную, какую-нибудь красивую, там, сделаю себе суперприческу, там, что-нибудь такое. Соберу не спеша рюкзак, никуда не торопясь, все медленно, спокойно и аккуратно. Но каждый божий день я в итоге встаю в 7 часов. В 7.30 я уже должна сидеть в машине. Ну как встаю? Я подрываюсь. Бегу просто судорожно умываться, потом одеваться, потом просто так вот есть, рюкзак, отчищу зубы, одновременно забираю рюкзак, одеваюсь, в общем, просто собираюсь, вылетаю из дома и приезжаю в школу за 5 минут. Это все почему? Потому что я ложусь спать позже, чем в 12.00. Почему не добавляешь друзья? Ребятки, миленькие мои, я бы вас сейчас с удовольствием всех добавила, но вы понимаете, что это просто невозможно, потому что я просто чисто физически не увижу сообщения от моих друзей, от моих знакомых, которые пишут мне какие-то важные вещи. Но если вы хотите со мной общаться, то смотрите мои трансляции в Инстаграме и там пишите свои сообщения мне, я отвечаю просто практически на все. Но чтобы смотреть мои трансляции в Инстаграме, нужно что? Нужно подписаться. Подписывайтесь. Всех жду там. Ну и на этом мое видео подошло к концу. Я постаралась ответить на самые интересные, по моему мнению, вопросы. Не забудьте про конкурс от Звездных Капитанов, ссылочка в описании. Продолжение этого видео смотрите на моей страничке в Инстаграме, там я тоже отвечаю на ваши вопросы. Ну и всем спасибо за просмотр. Пока. Кстати, только для вас, для моих подписчиков в Инстаграме, я скажу, что скоро видео с... Сегодня, Вику, у тебя есть настроение заниматься? Сегодня, да, сегодня я с вами, ребята, привет. Мы едем на экскурсию. Вика, куда мы едем? Куда мы едем? В замок. Мы едем на экскурсию в какой-то замок. Куда не знаем, но куда-то и едем, это самое главное. Мы полдороги спали, и сейчас мы будем в сарай. Я думала, что мы не будем спать, будем играть в музей. Все, пока. Вот замок, в который мы отправляемся. Вероника, тут говорят, ходит призидение, привидение. Посмотрим, правда ли это. Ребята, к сожалению, в замке снимать было запрещено, поэтому я не смогу вам показать то, что мы видели. Но могу вам сказать одно, там было очень красиво и впечатляюще. Мы сейчас пришли в какую-то местную кафешку и заказали себе суп в хлебе и сок. В принципе, мне достаточно будет на сегодня, но это не точно. И если вы обратили внимание, то у меня всем голос, как всегда, потому что позавчера мы ходили в бассейн. Называем лифт.